А знаете ли вы, что такое Лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брандовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте Лукбокс. Все ссылки в описании. Не ясно. Что за бред? Что за бред вынесаете? Ну какой беременна? Ну о чем вы, ребят? Ну серьезно? Нет, я не фоткала его фотки. Он фоткал себя сам. В зеркало. Наверное. Вот такое творится у нас один целый день. Нет, там не барсы играют, там протестуют по поводу чего-то, как всегда. Ну не совсем свой, он тонирован, но вообще мой, я не красила волосы. Просто тонировала их. Такое целый день творится, я могу показать вам, хотите? Вот эта кучка людей создаёт вот такой шум. Ладно, закрой могло. Ладно, закрой могло. Не знаю, он не сильно боится. Любимый трек мне никто не нужен. Да не, не стрёмно, нормально. Это мирный протест. Просто они используют всякие петарды, чтобы привлечь к себе внимание, потому что их мало очень. Уже больше годы, но не намного больше. Какой-то месяц. Настроение нормально, если бы так сильно не болела голова, было бы вообще хорошо. Моя собачка, она гуляет с Олегом на улице. Я не думаю, что он не изменял, но это лучше спросить у него. Нет, я уверена, что нет, на самом деле. Просто какой смысл тогда в отношениях, если ты изменяешь? Карина это его подружка. Так как контактом уже никто не пользуется, нет времени, меняется никаких статусов. Моя любимая страна и город? Ну, не знаю, наверное, Киев и Барселона. Траву, курю ли я траву? Ну, иногда бывает, ничего против не имею травы. Я выпила уже 10 таблеток за целый день, ничего не помогло. Мои родители нормально отнеслись к Олегу, потому что он нормальный парень. Тарасов приезжает к нам на Новый год. Не знаю, когда вот пришла моя собака. Она очень боится. Конечно, она очень боится. Очень-очень боится. Нормально отношусь к красивеньке, потому что не имею. Олег, они в моей трансляции спрашивают, где ты все. К чему? К чему? Поехали. Поехали. Поехали, что тихо. Мы отстаем со своими пальцами, видите? Непонятные героям славы. Она пьет алкоголь. И что? Плохая девчонка. Простите, мама все испортила. 26 мне лет. Олег и Соти реально похожи. Олег, собака похожа. Может быть, я не знаю. Чем только? Нет, он не продает наркоту. Ну как? Ну как сказать? Почти не продает. Ну, Олег, ты пытаешь наладить отношения с законом? Он пытается, да. Пытаюсь наладить, да. Это не так сложно, когда ты провинился перед законом. Но я пытаюсь. Олег, ты знаешь, что сегодня, оказывается, день Святого Николая. И вообще-то ты должен был подложить мне подарок под подушку. Помнишь, я тебе рассказывала про этот день? Какой-то маленький подарок. Подарки, ребята, вы видите? Они мне сказали, что тебе подарили. А мне пришлось сказать ничего, потому что ты ничего не подарил. Вообще ничего. Мои роликс из стали. Отстань. Это моя трансляция, уходи. Они в камнях просто все. Когда ИП, Олег? У меня такой же вопрос. Ребята, я сейчас занят написанием много чего. Просто у меня много мыслей. Я не могу это все сразу выдать вам. Но я попытаюсь как можно скорее. Сейчас я уже где-то три трека, может, два готовлю уже на четвертый альбом. И я сейчас хочу долго поработать. И никаких анонсов не буду делать пока. О, Настюха здесь. Настя, смотри, ты не очень хорошо поработала в этом году. И не едешь ко мне на Новый год. Какой ходишь, Нанжи? Олег, уходи. Это моя трансляция. Нет, я не взял себе ходишь. Можешь подключиться к ней с другой стороны. Не заработала, Настюха, не заработала. Я вижу. Настя, целый день протестуют. Я не знаю по поводу чего. Стоят у нас под окнами и взрывают петарды. Я уже писала про уход за кожей. Уход есть, да? Да? Я просто мажу кремом кожу. И не крашу ее косметикой. Не знаю, как олег от нас, как депо. Я вообще не понимаю, чем речь. Да, елку в этом году поставили живую. И мне она очень нравится. Потому что, во-первых, она в горшке. Вот. Хотите, я вам покажу ее? Во-вторых, привет, Анют. Во-вторых, она живая. И остается, продолжает расти. И никто ее не убивал. Вот. Я не считаю, что моя фигура в тонусе. Я считаю, что моя фигура вне тонуса. И очень злюсь по этому поводу на себя. Привет, я, Екит. Да, парень, можно выжить в барсе, если у тебя есть 2000 евро. Очень легко. Нет, я не веган. Хотя я стремлюсь к этому. Но так сильно люблю мясо, что не могу отказаться от него. Настюх, ну когда я могу прилететь к вам? Я, конечно, хочу, но не понимаю, когда. После НГ. Я хотела на Рождество домой полететь. Друзей поздравить всех с Новым Годом. И родителей увидеть. Да, я из Украины, из Киева. Метр семьдесят рост. Ну, правильно. Ну, нет, неправильно. Я не понимаю просто, что такое правильно. Я не могу сказать, что я кушаю много жареной и жирной еды. Но я стараюсь, стараюсь есть близко к правильному. В чем суть веганства? Не знаю, в чем суть. Я считаю, что просто не совсем нормально в наше время есть мясо. Учитывая, что это серьезный вопрос, который относится как к загрязнению окружающей среды. И к глобальному потеплению. Оливье на Новый Год. Я постараюсь приготовить. Посмотрим. Мы стараться, он должен еще поговорить насчет меню. Вес пятьдесят килограмм. Какие книги читаю? Ну, вот последний раз читала мураками. Сейчас начинаю замок из стекла читать. Не знаю, что это. Просто увидела в магазине красивую обложку и решила ее купить. У нас ПС вот. Еще одетый. Потому что некому его раздеть. Мой рацион питания – это каша по утрам, днем, днем что угодно. Не знаю, рис, салат, рыба. И вечером, не знаю, вообще не могу рассказать о рацион питания, потому что каждый день у меня он отличается. Вот сейчас сварила суп. Будем кушать суп рыбный. Вчера я делала мясо с картошкой на ужин. Сладкое я стараюсь не есть. Вот сегодня позволила себе съесть одну сладкую конфету. Сижу. До сих пор чувствую ее вкус во рту. Готовлю только я, Олег не готовит. Он вообще лентяй. Хорошо готовлю. Ну, наверное, да, нормально готовлю. Можно и лучше было бы готовить. Но я никто не жалую. Это всем нравится. Да, Настюши Тарасов с девушкой прилетит к нам. Подружка моя из Киева прилетит. Посмотрим, может, еще кто-нибудь. Да, ошейник тот, который мы с тобой в Москве купили. Детей хочу, но, наверное, попозже немножко. Да, не знаю я, кто такой Руслан. У нас работает домработница из Украины, которая периодически готовит нам борщ, потому что мне его лень готовить, потому что он занимает очень много времени. Да, мы живем вместе с Олегом. Эфир сохранять не буду, потому что не вижу смысла в нем. Любимый фильм. Их очень много. У меня криминальное чтиво. Молчание ягнят. Я писала об этом. Любимый сериал «Игра престолов». Любимый мультик «Король лев». Анил, ты где? Я, кстати, хотела спросить у тебя. Ты не собираешься в Барсу приехать? Мне 2-6 лет. В Москву хочу. У меня там есть классные друзья. Обязательно к ним прилечу, если будет время и деньги. Дневник памяти тоже очень люблю этот фильм. Я о нем тоже писала у себя в трансляции. Ой, в трансляции в вопросах. Да, в Барсе суперская погода, если честно. Крадусов 15 днем. Мы вообще не смотрим телевизор. Смотрим только Apple TV. Включаем сериалы или фильмы. В Москве не жила, но была не раз. Зима бывает... Ну как, зима – это 10 градусов плюс. Бывает чуть меньше. Но это исключение. Нашу собаку зовут Сатурн. Да, брат, мы чисто вдвоем живем. Нет, снега здесь не бывает. Хотя в прошлом году было какое-то нормальное явление, насколько я помню. И выпало пару крупинок снега, которые сразу же исчезли. Любимые духи? Блин, у меня это сложный вопрос, потому что они у меня есть. Все у меня обычно спрашивают, как они называются. Но я не знаю их название. Могу вам просто показать его. Ну, они рядом стоят. Ой, сейчас, подожди, ребята. Вот мои самые любимые духи в мире. Вот такое название у них сейчас где-то, где-то оно здесь. Вот. Очень вкусный. Олег кушает суп. Друзья, Олег, когда приезжает, останавливается у нас. Впрочем, как и мои друзья. У меня есть образование высшее политолог. Сатива ей тоже подходит. Хотели бы переехать в Штаты, возможно. Банда Олег живет в Парселоне. Раньше он жил с ними, но больше не живет. Олег пользуется разными тоже. Я не знаю их названия. Но в основном там Камдогрессо и Насамото. Садись. Ты пришла в мою трансляцию. Мысль. Ой, пустите. Привет, Лёш. Ничего меня не привлекло в Олеге. Я не знаю. Пользуюсь... Пользуюсь иногда тоналкой. Но это не тоналка, а такой как сером больше. Я не могу это объяснить. Он очень тонкий. И бронзатор. Нет, Лёш. Я в Барсе. И планирую в Киев только после Нового года. Не знаю. Мне нравилась всегда Барселона. Порода Левритка. Моё отношение к Киэкид. Ой, к Киэкиду. Ну, хорошее отношение. Это наш друг. Он часто бывает у нас дома. Нет, я не знакома с ним с Украины. Я познакомилась с ним здесь. С Ролдом тоже была знакома, но тоже не имея к нему никакого отношения. Ну, Лего что-то среднее между кариями и зелёными. Но такими. Больше болотными, чем зелёными изумрудными. Кстати, ещё маленькая, чтобы думать о детях. Снимаем квартиру задорого. Не хочу отвечать на этот вопрос. Я зарабатываю деньги. И когда мне не хватает их, беру Олега ещё сверху. Татуировок у меня больше десяти. Артём Тарасов суперский друг. Где я работаю. Девами занимаюсь. Веду свой проект. Помогаю ребятам по проекту. Связано с вещами, со шмотками всякими. С производством. С фабриками. Спасибо. По образованию я не работаю, потому что образование политолога не предполагает никакой особой работы. Кроме как, я не знаю, в каком-то журнале работать или статьи какие-то писать о политике. Либо работать журналисткой. Секс-лайн, если честно, на отдых не переношу, потому что для меня это клоун какой-то. Я тут по сей день учу испанский, потому что не считаю, что я его выучила и что знаю его хорошо. Я делаю всякие процедуры для волос. Например, в последний раз я сделала коллагеновое восстановление волос в Украине. Пользуюсь с шампунями и преви. Это итальянский бренд, бессульфатный. Олег не курит ни сиги, ни практически траву. Нет, на испанском не свободно разговариваю, вообще еле-еле разговариваю. Любимые бренды одежды? Блин, ну это банально, наверное, будет звучать. Любимые бренды одежды? Ну, мне нравится Off-Lite. Мне нравится... Мне нравится Saint Laurent в плане одежды. Если сумки, то мне нравятся разные сумки. Не знаю, очень сложный ответ. Ой, очень сложный вопрос. Потому что мне нравится куча брендов одежды. И не всегда она должна быть... Какая-то кутюр. Это, может быть, какие-нибудь... Маже. Как они там называются? Твинсет. Всякие вот такого рода магазины. Сандра. Образование обязательно каждому человеку. Не потому что оно нужно, а потому что оно развивает человека как личность. Ну, пила первое тату в семнадцать лет. На пальце. Да, я учусь в таком учреждении, которое позволяет мне изучать язык в Барселоне. Гуччи люблю, конечно. И Фенди люблю, конечно. Да. Но, блин, это просто... Ну, это... Тачи видно. Это понятно. Это просто бренды топовые. Их сложно не любить, потому что они создают нереально крутые шмотки и красоту. Поэтому, как бы, я не отличусь, если скажу, что я их люблю. Я не знаю, что такое нано-пластика. Если честно, я никогда даже не слышала. Вообще, я слышала, что кератин и всякие такие штуки... Это, скорее всего, одна и та же тема, когда ты ламинируешь волосы. И это все потом заканчивается плачевно для волос. Да, у меня есть машина, но она стоит в Украине. Бываю в Украине очень часто. Раз в месяц стабильно. Самая тяжелая трава, которую я курила, была у Олега, когда мы познакомились в первый день. Меня вдохновляет красивая жизнь, к которой я стремлюсь и не перестаю работать по этому, потому что хочу путешествовать, отдыхать. Крепут! Крепут! Закончила одиннадцать классов в школу. Читать книги, чтобы развивать себя как личность. И еще общаться с интересными умными людьми. Леш, пойми, я приезжаю на неделю в Киев, и у меня есть очень много дела. У меня стоит огромный список дел, которые я должна успеть. И в приоритете, конечно, это увидеть семью, своих самых близких друзей. Поэтому мне иногда не хватает на всех времени. В прошлый раз я даже не успела сходить с Соней в кино, хотя я ей пообещала. Поэтому времени там, ну просто встретиться, покурить, у меня право-то просто физически нет. Не знаю, в детстве меняла миллион идей насчет своей профессии. То археологом я хотела стать, то... Не помню уже, если честно. Археологом я очень хотела стать, потому что мне всегда нравилась история. И путешествовать, и раскопки, всякие динозавры. Он не моет посуду вообще, я мою посудомойку. Не знаю, надеюсь, что у них обязательно будет совместный фит. Мне бы этого очень хотелось. Таня, на какой бюджетной? Я на контрактное стою. Училась, и то сказать, что я хорошо училась, это ничего не сказать. Ладно, ребят, я тоже пойду поем. Была рада с вами с ними пообщаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!